МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около 200 предпринимателей из районов и городов Республики Татарстан накануне съехались в Казани для встречи с временно исполняющим обязанности президента Республики Татарстан Рустамом Менихановым. Это главные новости в студии Равиль Сайганов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и принимайте участие в нашем разговоре. Сегодня в студии у нас два гостя. Это Хайдар Халиулин, президент Ассоциации предприятий Малого и Среднего Бизнеса Республики Татарстан. Здравствуйте. А также Джалил Куряев, член Совета Ассоциации предприятий Малого и Среднего Бизнеса Республики Татарстан, руководитель федерального проекта Ассоциации Бизнес Наций. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. Для начала, прежде чем начать с вами разговор, Я предлагаю сначала посмотреть сюжет, который сделали наши журналисты после встречи с Рустамом Менихановым. Давайте посмотрим, потом с вами уже продолжим. Волее 150 представителей бизнеса со всей республики съехались в Казань на откровенный разговор с лидером Татарстана. Первая подобная встреча состоялась в мае прошлого года, и с тех пор они стали регулярными. Последние годы много сделано в Казани, особенно в Щелнах. Я думаю, что нам нужно строить и велодорожки, и создавать в наших городах, районных центрах места, куда можно приехать и поездить на велосипеде. Ехать в этой транспортной потоке никакого настроения нет. Это к вопросу о том, станет ли Казань велосипедной меккой России. Меккой может и нет, отвечает Лидия Республики, но вот новых велосипедных дорожек заметно прибавится. Другой предприниматель просит содействия. В туристических центрах Татарстана, древнем Болгарии и острове Граде Свиярск до сих пор кардинально не решен вопрос питания посетителей. Кулинары-то в республике имеются в достаточном количестве. Они готовы ездить в туристические зоны вахтовым методом, но жить в Болгарии и Свиярске им пока негде. Свиярск, Болгар, на самом деле это крупные туристические центры и там по сервису есть достаточно много вопросов. Сервис организовать там подготовленных людей нет, поэтому возможно нам нужно принять решение, какое-то количество арендового жилья построить, чтобы там люди в сезон могли находиться, работать. По итогам прошлого года практика Татарстана по налаживанию диалога между бизнесом и властью была признана одной из лучших в стране. Во многом это произошло благодаря таким встречам. Сергей Шерстнев, Владимир Ладушкин, Эфир 24. Вот у нас в сюжете получился такой кратенький обзор той встречи, которая прошла накануне в Казани. Я предлагаю сейчас более детально, подробно поговорить о том, что там происходило, как эта встреча прошла вообще. Ну вот для начала, во-первых, встреча, хочу напомнить, проходила в рамках проекта «Бизнес и власть. Откровенный разговор». В связи с этим первый такой вопрос. Все-таки вот эта встреча заявленной тематики соответствовала? То есть вот этот откровенный разговор между бизнесом и властью, он получился? Или же там какие-то предприниматели по тем или иным причинам не смогли поднять проблему? Сам проект «Бизнес и власть. Откровенный разговор» – это замечательный проект. Многие предприниматели хотят встретиться с различными руководителями Министерства ведомства, ну в том числе и с президентом, естественно. Ну, если бы не было такого проекта, то, конечно, было бы труднее. А тут все-таки же напрямую вопрос задают, он напрямую отвечает. Поэтому это замечательный проект, дай бог, чтобы, так сказать, этот проект продолжался дальше. И, кроме того, президент говорил, что еще на первой встрече, что хотел бы именно в рамках этого проекта встречаться, ну, хотя бы раз в полгода. Нет, в раз в квартал, он сказал. Раз в квартал. Но если у него так получится, то хорошо. Потому что у него график очень плотный, и не всегда так получается. Но зато, значит, уже последующие встречи с министрами, с руководителями ведомства, с исполкомами городов, допустим, Челнов или Казань, например, да, эти встречи были. И я на многих встречах был. Естественно, эти встречи проходили очень интересно. Но, конечно, интересно, потому что напрямую задают вопросы. Это замечательный проект. И, кстати, такой проект, он пока на сегодняшний день, мне кажется, только на территории Татарсана. Николёв, ну, вот, как Вы уже сказали, третья встреча уже. Со временем как-то, может быть, видоизменилась она, может быть, качественно другие вопросы начали поступать в времяисполняющие обязанности президента? Ну, понятно, я помню первую встречу. Это было как будто торжественный прием такой, да. Хотя, конечно, и вопросы были интересные. Ну, сейчас более, наверное, как сказать, демократичные, что ли, стали, так сказать, встречи, это более такие, ну, серьезный опрос дают. И в основном системный, конечно. Ну, хотя, конечно, вот на этой встрече были много таких вопросов, которые не особо системные. То есть люди, возможно, со своими узкими вопросами, да, именно по своему предприятию. А мне бы хотелось, чтобы вот именно задавали опросы, которые, ну, касалось бы всех, всех предпринимателей, то есть, чтобы именно какое-то развитие было. Но все равно, такие встречи нужны обязательно. Ну, вот уже было сказано, что около 200 предпринимателей съехались. Вот по какому принципу отбирали тех или иных предпринимателей? Фильтр, может, какой-то был? Ну, судя по тем вопросам, которые были заданы, фильтра, наверное, не было все-таки. Потому что вопросы были как глобальные, затрагивали в целом развитие предпринимательства в республике, так и частные вопросы, в том числе про китайскую лапшу, да, про развозку. Да, ну, это китайская лапша, там интересно. Ну, я хочу сказать, вопросов поступило, то есть, с периода объявления о том, что с президентом будет встреча такая, да, вопросов поступило более 200, что ли, там, аппарат уполномоченного, вот так вот говорили. Конечно, вопросов было огромное количество, но у президента на встрече, так сказать, всего полтора часа. За полтора часа нужно успеть задать вопрос, он еще отвечает, все равно, получается, с каждым минут 15-20 проходит. Поэтому, конечно, столько... Возможно, все, 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 невозможно. Поэтому аппарат уполномоченного выбрали из тех вопросов, на их взгляд, наиболее им, кажется, актуальные, и тех людей пригласили, ну, и вот, в общем-то, им выдали всем эти вот бирки, чтобы они могли показать, что хотим задать вопрос. И президент сам выбирал уже из тех людей сидящих, которые поднимали вот эту свою бирку. А там были какие-то реальные случаи, вот после встречи с времяисполняющей обязанности президента, какому-то конкретному предпринимателю именно помогла эта встреча? Нет, каждый раз, вот при каждой встрече кому-то помогает. Например, если, конечно, это тоже, в общем-то, хорошо, конечно, когда он свою фирму, свою предприятию защищает, и, так сказать, и какой-то вопрос узкий задает, так. Если это вопрос такой, который, на взгляд предпринимателя, может решить только президент, например, да, потому что он на ему задает вопрос, то, конечно, он дает поручение министрам или руководителям ведомствам, да, и, как правило, этот вопрос решается. То есть, в принципе, помогает предприниматель, да. Ну, вот еще вот было также сказано в различных информационных агентствах, то, что вот в рамках как раз этого форума «Бизнес и власть» откровенный разговор. До этого проходило большое количество всевозможных встреч между бизнес-сообществом и властями уже уровнем чуть пониже, на уровне министерств, ведомств, глав районов и так далее. Вот на этих встречах, если общее количество взять, сказали, что якобы около полутора тысяч предпринимателей приняли участие. То есть, получается, можно сказать, что уже не только на высшем уровне, но и на уровне министерств идет какой-то диалог, он налаживается, и чиновники идут навстречу все-таки бизнесу? Безусловно. В Казани также действует Центр поддержки предпринимателей при Министерстве экономики. Туда просто приходит любой человек с улицы, ему оказывается всесторонняя поддержка. Наши предприниматели там из ассоциации тоже имеют такой опыт, соответственно, общение на уровне власти происходит. Мы это видим на своих примерах в том числе. То есть, такого впечатления нет, что вот инициатива как раз вот этого диалога идет только лишь на самом верхнем уровне, на уровне Время исполнительной обязанности. Инициатива диалога от власти для налаживания диалога. А вот на более низком уровне этого нет. Вообще, этот проект поддерживается президентом. У нас президент, конечно, самый главный. Понятно. Если, значит, поддерживается президентом, если, например, аппарат уполномоченного просит поддержать вот этот вот откровенный разговор с каким-то министром, или с главой района, или с мэром каких-то городов, например, в Челнах было, или в Казани было, они не отказываются, потому что это поддерживается президентом. Понятно. А если напрямую к президенту не обращаться, обращаться лишь вот на этом уровне, на уровне министерств, ведомств, там не забуксовывают это все? Ничего не забуксовывают, потому что все знают, что поддерживается президентом, и поэтому не забуксовываются. Они, когда к ним обращаются, они с удовольствием, ну, с удовольствием, я так говорю, так сказать, приходят пообщаться, да. Я бы хотел еще добавить, что просто многие предприниматели не знают, куда именно обращаться. Информативность может быть недостаточная. Поэтому может возникнуть впечатление, что власти общаются только с определенным кругом лиц, с определенным бизнес-сообществом. На самом деле это не так. Нет, это не так. Любой предприниматель достаточно активный, он может достучаться до власти. Ну, вообще, конечно, нужно задавать более системные вопросы. Я хотел сказать, конечно, больше вопросов можно было, наверное, чтобы задавали руководители бизнес-сообщества. Они более-менее знают все вопросы. Но я так хотел бы. На самом деле, конечно, надо, чтобы участвовали рядовые предприниматели. И так же появилась информация, что уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал нашу практику налаживания этого диалога между бизнесом и властью лучшей по стране среди других регионов. Может, сложить такое впечатление, что у нас так все безоблачно, радужно. Проблема, если появляется, сразу же решается. Это, на самом деле, так? Или это в сравнении просто с другими регионами? Это громко сказано, что если проблема появляется, то уже решается. Нет, конечно. Понятно, что все равно бюрократические какие-то проволоки у нас есть. Но именно такого проекта, естественно, в России нет. Это мы придумали. И вообще, если говорят, что у вас в Татарстане все так действительно так хорошо, вы впереди планеты, все время придумайте новое. На самом деле так. Кроме, наверное, взять, если Санкт-Петербург или Москвы, возможно, да. Вот я езжу, например, по другим регионам, в различных, и в Чебоксарах было, так сказать, и в Ульяновске, и в Самаре. В последний раз приехали, жалили, например, из Кировской области. Но это как небо от земли. У нас, на самом деле, условия для развития предпринимательства наиболее благоприятные. Кроме того, не то, что благоприятные. Нас пытаются слушать чиновники, так сказать, руководители министерства ведомства. Вы, может, просто критиковать не любите? Нет, нет, стоп. Вот, а критиковать я могу сколько угодно. Конечно, проблем огромное количество. Я, это же, пожалуйста, вот на бумаге... Передачи этой даже не хватит. Да, конечно. Я целый день могу говорить о проблемах. Но, тем не менее, в других регионах еще хуже. Вот, например, в Кировской области там вообще бизнес-сообщество в противоборстве, так сказать, с губернатором Кировской области. Ну, это же невозможно так сделать. То есть, это вообще, по нашим пониманиям, это из рук вон плохо. Можно сказать, хотели? Тогда, вы знаете, вот одним из главных в итоге итогов встреч, которые прошло это решение, создать совет по предпринимательству при президенте Республики Татарстан. Получается, тот формат, который сейчас уже есть, он недостаточен? Было произнесено президентом, что достаточно много решений принимается, резолюции выписываются. Но нет органа, который бы контролировал доведение их до конца. Органа общественного, да? Поэтому и анонсированный, я так понимаю, этот общественный совет при президенте, дабы те резолюции, те решения положительные, которые, естественно, могут сказаться на развитии экономики Татарстана, чтобы эти решения довести до конца. Чтобы резолюция не осталась просто бумажкой, а чтобы с этой бумажкой там реально дошли до воплощения ее в дело. Вот я себе это так представляю. Я задавал вопрос как раз о том, что мы проводим в рамках нашей ассоциации, при поддержке общественной платы, торговой промышленности, академии наук, мы проводили за последнее время хотя бы три форума различных. Мы, естественно, там разрабатывали различные резолюции, меморандумы, рекомендации. Мы отправляли, например, по различным инстанциям в правительство, например. Но откликов мы не видим. Вот он сказал, что я сам виноват, потому что надо доводить это дело до конца. Но как им доводить, я же не могу правительством им диктовать условия. Но он сказал, что вот сейчас как раз будет создан общественный совет при президенте, вот там эти вопросы как раз надо решать. Если так, то это замечательно. Конечно, да. То есть многие вопросы, которые, в общем-то, может быть, или не решаются, или очень слабо решаются на более низких уровнях, как, например, в министерстве и ведомстве. Конечно, при президенте там, наверное, более солидный получается орган. Но там, наверное, эти вопросы можно, так сказать, более эффективно решать. Ну, естественно, каким этот совет должен быть? Состав этого совета, функции и так далее? Это все только еще будет решаться? Пока еще, естественно, этого пока нет. Еще пока есть только воля создать это. Ну, наверное, они там в аппарате президента, может быть, уже решили. Мы пока только услышали о том, что этот совет создается. Хотя, мое, например, предложение. Хотелось бы, конечно, чтобы там от имени бизнес-сообщества были лидеры какие-то, которые знают тему. Лидеры. Именно уважаемые люди, которые, значит, могут влиять на бизнес-сообщество. Может быть, это руководители общественных организаций. Я не говорю про нашу ассоциацию. Вообще, любые, так сказать, солидные общественные объединения, так сказать, лидеры. Но, конечно, из авторитетных предпринимателей, из авторитетных, конечно, тоже можно туда включить состав совета. И, может быть, не обязательно там чиновников. Чиновники так и работают. Нужно, на мой взгляд, совет должен быть из предпринимательской среды. Само собой. На ваш взгляд, вот это понимание налаживания диалога между бизнесом и властью, с чем связано? Может быть, с той непростой экономической ситуацией, в которой оказалась в последнее время наша страна? То есть, именно как только мы пришли к таким результатам, к такой не совсем хорошей экономической ситуации, может быть, после этого лишь обратили взоры власти к бизнесу? Можно догадываться, в принципе, почему именно сейчас происходят вот эти диалоги. Но о том, что поддержка, в принципе, со стороны властей по отношению к бизнесу существует, мы не можем отрицать. Еще, по-моему, в 1993 году была поставлена задача довести долю малого и среднего бизнеса во внутреннем валовом продукте до 40%. На сегодня в Татарстане мы имеем 25%, насколько я знаю. То есть, это все равно результат. Может, он растянут во времени и не в те сроки выполнен, которые хотелось бы. Тем не менее, этот результат есть. И 40% будет. Нужно просто применять новые какие-то инструменты. А это реально на 40% такие задачи? Ну, почему нет? Если это смогли реализовать в Европе, если смогли реализовать в Америке, и даже в Грузии, где-то порядка 80%, если я не ошибаюсь, то, в принципе, это в России тоже возможно. Нужно, может, просто поменять немножко подход и более серьезные инструменты применить. То есть, у нас сейчас щадящая такая поддержка идет малому бизнесу. Ну, то есть, ничего принципиально конструктивного нового не предлагается. Субсидии, гаранты. Ну, здесь для того, чтобы реально был результат большой и выхлоп от этих действий был большой, нужно подходить кардинально, наверное. А я вообще считаю, знаете как, чтобы действительно развивалось предпринимательство, вообще они должны развиваться, вот как я всегда говорю, как грибы, их должно быть много. Пусть от каждого, так сказать, 5% налогов, да, зато их много. И в бюджете будет денег много. И чтобы действительно эти предприниматели эти налоги сдавали честно и, значит, обязательно все, чтобы строгое наказание было за неуплату налогов. Но должно быть много. Сейчас, например, налогонагрузка большая. Сейчас проверки, хоть и говорят, так сказать, что они уменьшаются, но тем не менее они еще существуют, достаточно большое количество. На сегодняшний день бюрократических проволоков тоже много. С этим вопросом надо решать. Есть же страны, где, например, просто регистрируются, становятся предпринимателями, они уже, так сказать, патентная система, например, сразу же платят налог, так сказать, и все, дальше работают свободно. Есть очень много. Поэтому нужно вообще создавать идеологию развития предпринимательства, идеологию. Чтобы, то есть вот это главное вообще, потому что от предпринимательской деятельности зависит много. И бюджет, так сказать, города, бюджет России, там, бюджет страны вообще зависит. Это и здравоохранение зависит от работы предпринимательского сообщества. Это и образование, и культура, все тут. Денег нет, ничего не будет абсолютно. Вообще, так сказать, жизнь просто помрет. Потому что предприниматели создают продукт. Поэтому нужно создавать идеологию. У нас пока тормозится все на высшем уровне. Хотя регионы вроде бы что-то хотят, особенно в Татарсане, например, как я вижу, но на федеральном уровне это все пока тормозится. Хотя говорят на эту тему очень много. А вообще вот есть такое мнение, то что говорят, что малому и среднему бизнесу помогать не надо. Ему самая главная задача не мешать. Правильно. Вот сейчас вот как раз я хотел сказать, да, у нас существуют различные гранты. Ну, гранты – это хорошо, в принципе. Но есть субсидии всякие. Субсидии, потом лизинг-грант, допустим. Некоторым, конечно, нужны гранты, особенно инновационным предприятиям. Те, которые что-то разрабатывают или хотят внедрить ноу-хау какой-то, им нужно помогать. А вообще мнение большинства предпринимателей такое. Не нужны нам субсидии, не нужно нам помогать. Создайте нам условия для развития, и тогда мы просто будем развиваться. Потому что на сегодняшний день, например, если есть программа господдержки, да, но это охватывает небольшое количество предпринимателей. И в массе это немного. Поэтому они погоду особо не делают. Нужно создавать условия. А чтобы условия создать, это же элементарно просто. Чтобы кредиты были под 4-5% банковские, чтобы налоги были меньше, вот. И бюрократических проволочек, чтобы было меньше. И, естественно, вот эти все, ну, бюрократические проволочки, наверное, тут все, тут все входит. И оформление земли, оформление имущества, недвижимости там и так далее. Но все по каким-то причинам уже это все не происходит? Пока не происходит, да. То есть, по идее, со стороны, можно легко говорить о том, что надо, почему-то, вот это все не исключается. Ну, как сказать, вот причина какая? Я бы хотел сначала добавить, вот пока мысль не ускользнула, о том, что все вот эти поблажки, которые мы можем сделать, они будут для существующих предпринимателей. Но если мы реально хотим изменить картину, то еще нужно уделять внимание популяризации предпринимательства. То есть, доносить до граждан, что быть предпринимателем – это не адская мука, да, это не посадит тебя в тюрьму за то, что ты налоги не заплатил, а что это перспективно, что это важно, что это осознанно, да, какое-то осознанное решение можно принять и быть ответственным за себя, за свою жизнь. Соответственно, вот в этом направлении, может быть, недостаточно делаться, а для того, чтобы 40% достигнуть, как Вы сказали, наверное, в этом направлении нужно активно работать. Надо еще со студенческих скаминей начинать, в принципе, и даже со школьной, возможно, что вообще нужно постепенно, люди, чтобы привыкали, что предприниматель – это не создание какого-то богатства личного, это, в принципе, большой труд, и приносящие, так сказать, обществу, пользу. Многие пока у нас воспринимают, что если предпринимателем стал, он должен быть богатым, на счастье, деньги кует там и так далее, ничего подобного. Это нужно любить свою продукцию, любить людей, любить общество и так далее. У нас, к сожалению, не так много времени осталось, буквально минуты 4. Я хотел бы еще узнать, вот на встрече также Рустам Яниханов сообщил о ограниченных ресурсах для поддержки как раз малого и среднего предпринимательства. Вот сейчас с ними что происходит? Может, какие-то программы урезали, финансирование, еще что-то? Ну, пока не урезается, как в прошлом году было, так и в этом году еще больше стало, по всей мере, то есть денег из бюджета Татарстана и из бюджета России, кстати, вытащили на поддержку предпринимателей. Лизинг-грант, он остается. Создали еще две организации очень хорошие – фонд поддержки предпринимательства и гарантийный фонд. Кроме Центра поддержки предпринимательства. Вот такие структуры есть. Значит, они вроде бы тоже помогают развитию предпринимательства. То есть, пока по-прежнему остается? Ну, новшество, конечно, есть, но пока в деньгах, я имею в виду, не урезает пока. Нет, нормально. Ну, кратенько еще хотел такой вопрос задать. Вот на ваш взгляд, вот в условиях того кризиса, в котором мы сейчас находимся, на ваш взгляд, насколько реально открыть новому бизнесмену свой бизнес, начать какое-то дело, или лучше все-таки дождаться более благополучных примеров. К нам много приходит, например, именно просят помочь начать свой бизнес. Но у нас есть как раз комитет по поддержке начинающих предпринимателей. Вот он, наверное, так сказать. Переждать не надо. Я считаю, что во время кризиса всегда люди делятся, да, там, немножко на категории, может быть, если можно так сказать. Кто-то ищет в этом возможности новые, а кто-то начинает переживать за этот кризис, что все плохо и ждет действительно какой-то ситуации новой. Но тот, который ищет возможности, у того в любом случае все получится. Безусловно, да. Есть возможности сейчас для того, чтобы активно стартовать в бизнесе. Бояться не надо. Бояться не нужно. Может быть, строить бизнес на экспортную продукцию, чтобы не сильно зависеть от скачков рубля. При этом строить желательно производство, чтобы воспользоваться субсидиями от государства. И производство строить на отечественном оборудовании и на отечественном сырье. Тогда вы будете в меньшей степени зависеть от того, куда у нас пошел доллар сегодня. Но в любом случае мы стараемся помочь, конечно. Если приходят к нам предприниматели, мы все время наталкиваем их на какие-то там русла, чтобы они начинали бизнес. Подскажите, куда, в каком направлении двигаться. Я, к сожалению, у нас не так много времени осталось. Под конец только хотелось бы мне объявить итоги голосования. Мы в нашей группе ВКонтакте задали вопрос, помогает ли прямой разговор бизнеса с властью оперативно решить проблемы предпринимателей. И вот нет, 48% из голосовавших ответили. А за сколько? Да, помогает 14%. 14%. Вот так можно прокомментировать. Кратик. Просто мы привыкли уже с начала перестройки не верить вообще правительству. Ну, то есть большинство говорит, а толку нет, все равно, о чем вы разговариваете на самом деле. На самом деле наш проект, вот этот откровенный разговор, он хороший. Надо просто привыкнуть к этому. И потом уже много случаев было, когда вопросы, которые там задавали на различных встречах, они решались и решаются. Но, конечно, все решить невозможно, это понятно. Но вот Тимур Нагуманов, например, у полномочного, у него есть статистика, он говорит, ну, примерно процентов 40-50 решается. Я прошу прощения, все-таки вынужден вас перебить, у нас заканчивается передача. Я напоминаю, что в гостях в студии у нас был Хайдар Халиуллин, президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, и Джалил Куреев, член Совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. Это были главные новости. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова